Площадь Нахимова Севастопольцев новые санкции уже не касаются. Империя добра позаботилась об этом ранее, когда права жителей полуострова были нарушены вопреки международному праву. Такие уж у нашей страны партнеры. Демократы, как им кажется. Но несмотря на международную изоляцию, Крым и Севастополь остаются важнейшей частью большой геополитической колоды мировых карт. На полуостров стремятся иностранцы, чтобы своими глазами увидеть, как протекает будничная жизнь Крыма и позже рассказать об этом своим соотечественникам. В прошлых передачах мы рассказывали о делегации из 24 иностранных журналистов, которые встретились с главой Крыма и Севастополя, увидели основные достопримечательности, а самое главное, не увидели на наших улицах танков. Некоторые даже расстроились. Мы делали большой репортаж о посещении иностранными репортерами Севастополя. Но вот прошел месяц, и мы задались вопросом, что же эти иностранные журналисты сообщили своим читателям и зрителям о поездке на полуостров Крым. Уверен, это будет интересно нашим зрителям. Признаться, материалов вышло совсем немного, и мы с удовольствием вас с ними познакомим. Вот, кстати, статья словацких журналистов. Они вели себя во время пресс-тура очень заинтересованно, сетовали, что не увидели памятник солдату и матросу. Первая статья, которую они выпустили, полностью посвящена Сергею Аксенову. Вот некоторые выдержки из нее. После референдума в Крыму депутаты единодушно избрали его премьер-министром Республики Крым. Нечему удивляться, потому что это харизматичный, решительный, энергичный человек, знающий свою цель, владеющий политическим и медийным маркетингом. На подрывные вопросы журналистов отвечает благосклонно, с легкостью и умным юмором. Будучи избранным премьер-министром Крыма и попав в это кресло, он принял на себя ответственность, твердо взял курс на строительство и развитие Крыма. Очень красноречиво словаки трактуют термин «аннексия», давая своим европейским читателям верную его коннотацию по отношению к Украине, а не России. За пять лет под санкциями в Крыму сделано в разы больше, чем за 23 года украинская аннексия полуострова, когда никаких санкций не было. Далее, вечерние новости Белграда. Автор статьи Милан Бабович. Сразу же в глаза бросается броский подзаголовок. «Премьер-министр Аксенов в Косово было разорвано волей западных держав, а мы вернули волю наших граждан матери России, которой и принадлежали». И сразу же сербский журналист делает весьма весомую ремарку. Но следует также отметить, что никто на Западе не упоминает, что Украина была принята в ООН без Крыма после Второй мировой войны, которая тогда была частью России. Сербы очень творческие люди. Вот и Милан в своей статье очень витиевато говорит о Крыме. Этот участок земли, который погружается в Черное море, где проживает более двух миллионов человек и целых 174 этнических сообщества, сейчас живет как благородный, но забытый аристократ, который вновь обретает мужскую силу. Милан Бабович с большим интересом слушал наш рассказ о Белом Исходе в Сграфской пристани в Севастополе. Слушая, Милан рождал в голове такие строки своей будущей статьи. За исключением Краснова, который подарил Белграду некоторые из самых красивых его зданий, генерал Врангель также является общим для Крыма и Сербии. Там, где белые русские после войны плакали, убивая своих лошадей и взбирались на борт, спасаясь бегством в изгнании, теперь стоят эти мощные корабли Черноморского флота, на которые, кроме обороны, приходится до 60% бюджета Севастополя. Особенно интересно было читать, как сербы, живущие на приличном расстоянии от Крыма, чутко понимают суть политических процессов, текущих в Крыму и Севастополе. За последние пять лет 120 чиновников различного уровня были арестованы за коррупцию в Крыму. Кажется, кресло министра транспорта больше всего пошатнулось. В этом департаменте сменилось 12 человек. Вероятно, это вопрос профилактики, поскольку на трассе Таврида уже проложено 235 километров, и рабочие трудятся даже ночью. Инвестиции Москвы огромны, поэтому Путин, очевидно, назначил свое доверенное лицо из Сибири губернатором Севастополя. Среди приехавших журналистов был итальянский публицист Джульетто Кьезо, которого очень любят российские СМИ. Но, что удивительно, сеньор Кьезо после посещения Крыма и Севастополя не выпустил ни одного материала. Зато статью и небольшое видео сделала журналистка итальянского ресурса «Ла Стампа». Название статьи «Рубли, туристы и патриотизм. Путин демонстрирует свой Крым, чтобы произвести впечатление на Запад». Начинается материал очень обычно для западных СМИ. Крым 2019 года. Прошло пять лет со дня аннексии украинского полуострова России, которое тем самым нарушило международное право и вследствие чего была наказана западными санкциями. Но тут же журналистка оговаривается. Таких слов, как аннексия или оккупация, в русском лексиконе в контексте Крыма не существует. Однако изоляция переживается стоически. И чиновники, и простые люди переполнены гордостью за свою страну. Русскими тут себя считает большинство, которое и хотело быть в России. Инфраструктурно Россия вложила в Крым 8 миллиардов долларов. Мост, автодороги, экономика. И, собственно, все. А помните этого парня из Конго, который спас журналистку из ЮАР? Он сказал про Крым. Мы, народ Конго, хотим поддержать Россию в этот нелегкий период. Знайте, в Африке у вас есть друзья и соратники. Лазар выпустил сюжет на телевидении Конго, первый на сегодняшний день. В нем он рассказал свои эмоции от посещения Ливадийского дворца. Именно в Ялте были заложены принципы нового демократического мироустройства. Здесь, в Ливадийском дворце, за столом которого сидят Сталин, Черчилль и Рузвельт. И мне хочется задать крамольный вопрос. Почему именно здесь, в Крыму, сейчас мы отчетливо наблюдаем, как эти договоренности, демократические международные права так легко попраны? Я не могу перестать задаваться этим вопросом. Мы долго думали, почему же вышло так мало материалов с отзывами о крымском вояже в иностранных изданиях. Был вариант, коллегам не понравился прием. Следующий вариант, поездка была неинформативной. Но остановились мы на такой интерпретации. Материалов вышло мало, потому что в Крыму и Севастополе, в общем-то, все хорошо. По улицам не ходят вооруженные военные, как, например, в Италии. Граждане вольны свободно перемещаться, куда заблагорассудиться, а вместо мрачных выражений лиц у жителей полуострова Крым на лицах улыбки и радушия. Западным СМИ, видимо, пока не очень интересно, что у нас течет обычная жизнь. Ну что ж, это тоже результат.